Привет, в этой стороне стартует все медовы для данной лиги чемпионов и она откроется матчем между Барселоной и Парис Сен-Джерменом, а также матчем между Липциком и Ливерпулем. Мы попробуем выяснить, кто из этих пар окажется победителем в первом матче. Давайте попробуем. Стартуем с матчем между Барселоной и ПСЖ. Эти команды уже играли между собой 4 года назад, и победителем, как вы помните, оказалась Барселона, проиграв первый матч в гостях со счетом 4-0, но у себя дома сотворив сенсацию, выиграя ПСЖ со счетом 6-1. Кстати, этот матч признали лучшим матчем Лиги чемпионов. Это довольно кинезално сделало Унифа. Перед тем, в 2017 году, как отправиться в Париж, Барселона выиграла в гостях у Deportivo из Алаеса с крупным счетом. Потом, я думаю, все знают, что произошло с Барселоной в гостях. 4-0. Последний матч каталонцев в этом сезоне был как раз против Deportivo из Алаеса, и Барселона также разгромно разгромила Deportivo. Совпадение? Не думаю. Ну, а если смотреть по нынешнему сезону, Барс идет на третьем месте в Испанской Ла Лиге, со вставанием от Атлетика в 8 очков. Плюс у матрасников еще две игры в запасе, поэтому Ганди Кап может увеличиться еще больше. Конечно, команда перестраивается, боят молодых игроков в состав, и, понятное дело, Лиги чемпионов будет выступить намного еще тяжелее, чем в Ла Лиге. На самом деле из-за того, что Барселона перестраивается, на Барселону нет такого давления, как на ПСЖ. Парижане финалисты прошлой Лиги чемпионов. Они играли с Мюнхенской Баварией и могли остановить Мюнхен, но где-то подвело реализацию моментов у ПСЖ, ну а где-то Нойер играл просто великолепно на ленточке ворот. У ПСЖ сезон в чемпионате тоже идет не очень складно. Второе место в Французской Лиге один, и вряд ли боссы парижан могут быть этим довольны. Плюс травмы Неймара и других округов ПСЖ повлияют на игру. Барселона много забивает, но и при этом много пропускает. Я считаю, что каталонцы смогут обыграть парижан, но с минимальным счетом. Но и не отрицая то, что ПСЖ может выиграть у Барселона и практически снять все шансы у Барселоны пройти дальше в 1-4 лиге чемпионов. Но мы увидим, как сыграть эта команда во вторник. Лейпци Кливерпуль игра двух атакующих команд. У команды клуба явные проблемы в чемпионате. Три поражения подряд об этом говорят. Лейпциг уверен об игры соперников, пытается угнаться за Баварию в гонке за Бундеслигу. Три победы в предыдущих матчах. Поэтому я дам очень интересный прогноз. Лейпциг сможет выиграть в Будапеште. Но, понятное дело, это будет очень сложно сделать. Но сейчас у Лейпцига есть все, чтобы замахнуться именно на этот Ливерпуль. Травмированный, сломленный Ливерпуль. У них есть все. Найгельсона со своими подопечными может спокойно удивить Ливерпуль и обыграть в Будапеште. Поэтому я даже не знаю, кто из этих двух команд является фаворитом. Но если Лейпциг не проиграет Будапеште, то на самом деле мне кажется, что именно Лейпциг пойдет дальше. На этом все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если понравилось видео. Мы, кстати, идем 2000 подписчиков до 24 марта, потому что 24 марта у этого канала день рождения. Ему исполняется 7 лет и ваша подписка это лучший подарок для меня. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Лертовис. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok